Всем привет, друзья! Сегодня мы будем тестировать 7 спиннеров. При покупке спиннеров мы обращаем внимание на его внешнее состояние, но также он еще должен долго крутиться. Предполагаю, что вся промышленность Китая занята тем, что строит спиннеры уже, наверное, около года. Итак, у меня в наличии два тяжеленьких спиннера, которые однозначно долго вращаются. Алюминиевый, вот такой спиннер со светом. Спиннер с шестеренками. Помимо того, что он вращается, можно еще вот так вот покрутить двойной спиннер и вот такой, как бы, спортивный, я его называю. Также можно купить вот такой футляр для спиннера и хранить его. Итак, давайте посмотрим тест-драйв всех спиннеров, то есть одновременно сколько долго они будут вращаться. При этом я взял спиннеры вот таким вот образом, при прочих равных условиях, зажал их между пальцами и покрутил со всей силы. Если спиннер останавливается, то видео с ним прекращается. И вот сейчас пропал номер 7, вообще с ним тяжеловато было. Это тот спиннер, который я называл спортивным. Он плохо вращался, его можно купить при ограниченном бюджете. И, возможно, стоит там заменить подшипник для того, чтобы он лучше вращался или же просто смазать подшипник. Пропал спиннер номер 2. В принципе, также он быстро остановился, даже 20 секунд не проработал. Но все-таки он был интересный тем, что у него были шестеренки и их также можно было покрутить. Получался такой, в принципе, более-менее интересный эффект. Ну а теперь поговорим, собственно, о том, что такое спиннер. Это название самое такое распространенное в миру, но также их называют виджет спиннер, вертушка, крутилка для рук. Это развлекательная игрушка. В центре спиннера находится металлический или керамический подшипник. Радиально расположены несколько лопастей, крелев или удержавителей. Игрушка изготавливается из различных материалов. Латунь, нержавеющей стали, титана, меди. Вот у меня, например, там есть и с алюминия, и с пластика. Материал и дизайн подшипника влияет на продолжительность вращения. Остались вращаться самые тяжеленькие спиннеры. Спиннер под номером 6 выполнен из титана. И, собственно, за счет этого материала спиннер из титана является самым дорогим из тех, которые я вам показал. Он более чем в полтора раза тяжелее алюминия, зато в полтора раза легче, чем железо. При этом механические свойства титана намного превосходят все эти материалы. По стойкости к коррозии титан не уступает платине. Это прочный материал, способный сопротивляться разрушению и пластической деформации. Он в 12 раз тверже алюминия и в 4 раза тверже меди и железа. Эксперты разделились в оценках пользы спиннера для здоровья. Некоторые считают, что он может помочь в некоторых случаях. Другие отрицают эту возможность и считают, что игрушка скорее отвлекает, чем помогает сконцентрироваться. В основном спиннер стал популярным среди школьников. И уже в США в некоторых школах запретили их применение, потому что этот спиннер отвлекал детей от учебы. Стоит отметить, что спиннер это не просто игрушка, которая там крутится в одной руке и как бы смотришь на нее и все. Здесь можно брать их, перебрасывать с одной руки в другую и при этом не прекращается вращение спиннера. Некоторые дети стали виртуозами в этом деле. Но мне кажется, что игрушка YoYo, она более удачна в плане виртуозности и в принципе интересна. И вот собственно осталось у нас два спиннера под номером 1, под номером 3. Значит под номером 1 это спиннер алюминиевый, а под номером 3 это B спиннер с двумя лепестками. Вот этот алюминиевый синенький спиннер, он в принципе не такой уже тяжелый, всего там около 45 грамм, а хорошо вращается он за счет четкого подшипника. Он практически не шумит и не создают дополнительную вибрацию. Ссылки на все эти спиннеры я оставлю в описании под видео. И как вы можете видеть, в общем-то самое дольше вращается это биполярный спиннер. Скажу сразу, что этот спиннер является самым дешевым спиннером и стоит 2.76 долларов, причем бесплатная доставка. То есть разброс в цене по спиннерам из этого видео от 2.76 в долларах до 2.467. Итак друзья, я надеюсь, что это видео вам было полезным. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше еще интереснее. До новых встреч!